Эдварду Галу, голландским всадникам, которые уже 10 завоевали для Голландии золотых медалей финала Кубка Мира. У Лазальцгейбер двукратная победительница финала в Кубке Мира. Мы помним, эта немецкая выдающаяся всадница выступала на коне, с которым, собственно, связаны все ее достижения на чемпионатах Европы и Мира Олимпийских Играх. На великолепном рыжем расти или роторе, на коне, выращенном еще на территории СССР, латвийской породы. Именно на нем она показывала столь выдающиеся результаты, в том числе и Эдварда одержала победу в финалах Кубка Мира. А сейчас под ее седлом, тоже рыжий, рейландской, ну, немецкой породы, тоже конь, 12 лет, по кличке Херцеров с РП. На счету у этой пары также несколько побед на нескольких этапах из 10 финала в Кубке Мира Олимпийской Лиги. Достигая такого мастерства и не в состоянии не только показать красивое, отличное выступление, но и подвести к этому восхитительному контакту. Ну, это буквально несколько всадников в мире так делают. Их очень мало, на самом деле. Пальцев, по-моему, двух рук достаточно хватит для того, чтобы сосчитать тех всадников, которые вот до такого уровня могут подготовить лошадь, взять ее буквально с пеленок, что называется, воспитать, вырастить, воспитать, сохранить физическую форму, сохранить психическое равновесие лошади и вот уметь еще ее и показать. Потому что есть такие всадники, которые могут воспитать лошадь, сделать ее, но, к сожалению, не могут хорошо показывать лошадь в манеже. А вот чтобы еще и показать лошадь, вот как раз Улла Зальдбеггер, Изабель Верт, вот это вот те всадники, которые могут это сделать. Конечно, это очень ценится конниками. 76% и 216% и третий результат наехали они в Гран-при в предваряющем кубок мира Фристайла Гран-при. Энергичная лошадь, да, очень прям рвется в бой. Времени даром Улл Зальдбеггер не теряла за время своего отсутствия на крупных турнирах. Она платила еще одну замечательную лошадь, рыжую дочь Вильтума, тоже рыжая. Дочь Вильтумаера, Вильтуму Аканту, которая тоже работает по лову большим местом. Сейчас мы видим исполнение упражнения, которое называется перемена ногу-два-темпа. Сразу следует пируэт, когда лошадь описывает круг передними ногами вокруг внутренней ноги, задней. Ну, в данном случае вокруг левой ноги, потому что пируэт налево, иголок с левой ноги идет. Тоже очень много переходов. Но, конечно, переходы, вот видите, там был сбой, здесь сейчас был переход не очень хороший. Конечно, нужно эту лошадь как бы обкатать. Вот как раз Парсеваль, почему вот он все лучше и лучше выступает. Вот он начал по этой программе выступать, по Чайковскому. Да потому что лошадь уже начинает знать эту программу. Все там, понимаете, состоит из очень мелких деталей. Где там сократить, где как подвести. Вот эта вот обкатка вот этой программы, она, конечно, занимает достаточно много времени. И улла вот только начала этим заниматься, поэтому неудивительно, что какие-то шероховатости могут быть. Ну, честно, сейчас этот переход был очень хороший. И переходы, видите, какие неожиданные совершенно она выполняет. С принимания на галопе она перешла в шаг. Ну, вот как раз произвольная программа и отличается тем, что всадник может проявить свою, так сказать, творческую инициативу в полной мере. И дает, что дает возможность, безусловно, показать самые хорошие стороны своей лошади. И, конечно, максимально скрыть какие-то еще недоработки, какие-то еще недостатки. Очень хорошие, уравновешенные перои однолево. И сразу мелко ногу, один темп. Ну, конечно, пока у Херцеров с РВ с всадником нет такого идеального контакта, как был у Ула с Расти. Но всадница очень опытная. Ну, конечно, всем считаю, это видит незаметное управление. Здесь, видите, иногда, конечно, видно, что Бузальскебер убегает уже от помощи видной глазу. Ну, дело все в том, что когда вот лошадь еще не обкатана, конечно, она перестраховывается просто-напросто. Ула, я имею в виду. Для того, чтобы более отчетливо дать команду лошади, чтобы она, ну, как бы однозначно все это поняла. Хотя программа-то очень сложная, но вот за обоснованность риска не знаю, сколько и не поставят, потому что все очень рискованно, но не всегда удачно получилось. Посмотрим. Сейчас поставят суды. Напомним, что лидером выделять у нас парсиваль Путелона Калинда Пермирса. На второй позиции Типпи Путелон Малкали Тулан, Викштейн. Соответственно, результаты 84,84 тысячных процента Напомним, что судья выставляют оценки за техническое исполнение программы и за артистическую сторону. Ну, вот если говорить о оценках, то, конечно, такое максимальное число, выставленное процентов и за технику, и за артистизм. Допустим, здесь сейчас лидирующие это Линда Корнельцева на парсивале. Рост судья на Буквенка. Это судья, если больше. Войток Марковский. Соответственно, 87,91. И 91 процента. Но пока вот Улы. Хорошая, хорошая она получила оценки. И мне кажется, потому... Третья позиция. Потому что вот эти вот шероховатости были, в общем-то, не страшные.